МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"За решеткой особый мир, свои правила поведения, свои взаимоотношения. Здесь сидят те, кто нарушил закон. ЛИУ-7 единственное в России лечебно-исправительное учреждение, где содержатся осужденные женщины со всей страны. Они не просто отбывают наказание, но и лечатся от алка и наркозависимости. Проходит реабилитацию. Леня, 38, начала употреблять наркотики в 15 лет. За решетку уже в шестой раз. -"Наркотики приводят в тюрьму. Первый раз меня арестовали за то, что у меня были при себе они. Я освобожусь в 40 лет, а у меня нет ничего". Сейчас в колонии около 660 женщин. У каждой своя история. Я осталась сейчас одна, и у меня есть дочка маленькая. Первый раз меня посадили, ой, не посадили, а судили в 18 лет. Дали мне условно, я отходила условно. Все было хорошо. В 2008 году я похоронила брата. Вот. И как-то вот судьба у меня наломилась. Я начала принимать наркотики. Почему привело? 10 лет уже не сломано. Вот я сейчас конкретно понимаю, что именно, наверное, в этот срок, что такое мама. Дай бог, чтобы она меня дождалась. Дочь меня простила. Девчата, не купите свою судьбу. Ничего хорошего здесь нет. Ну, очень много окружает нормальных девчонок. Сейчас много, я поняла. Даже позднее осознание своей вины заставляет осужденных искать цель в жизни. В ЛИУ-7 они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Очень много диагностических кабинетов. Мне начали прописывать лечение, заниматься со мной, тренинги. Тренинги тоже очень хорошо повлияли. Прием медикаментов. Ну и вообще, в общем, вся картина, насколько я испортила, можно так сказать, свой организм. Практически все трудятся на швейном производстве. Работа посменная. На территории колонии есть пекарня, подсобное хозяйство. Трудотерапия лечит души. Мы всегда с интересом и любопытством смотрим сюжеты и передачи о жизни за решеткой. Истории о людях, которые там оказались. Но каждый при этом думает, что его это никогда не коснется. И никто не может представить, что окажется в местах лишения свободы. Но всего один неверный шаг, который может перечеркнуть всю жизнь. И разделить ее на до и после. Один из основных признаков правового государства – его способность обеспечить соблюдение прав и свобод своих граждан. В том числе и осужденных. Люди, которые совершили преступление, имеют право на защиту. Сегодня в программе правовое поле о реализации этого права в Чувашской республике. Гость программы – прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Чувашской республики Евгений Ортиков. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите, что это такое спецпрокуратура и чем она занимается? Чебоксарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях Чувашской СССР была создана в 1983 году. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав осужденных и за соблюдением законов администрациями исправительных учреждений. Это основная цель нашего надзора. Кроме этого, мы проверяем соблюдение бюджетного, природоохранного, антикоррупционного, уголовно-процессуального законодательства, проводим проверки, соблюдение законов о социальном обеспечении, законов об оперативно-розыскной деятельности. Но основная цель – это соблюдение прав и законных интересов осужденных. Основная наша работа – это не кабинеты, это колонии. Мы должны находиться на местах, то есть общаться с администрациями учреждений, общаться с осужденными, выявлять те недостатки, которые имеют место быть и устранять их в оперативном порядке. Чем раньше, тем лучше, желательно на месте. Сколько сейчас исправительных учреждений в Чувашской Республике и сколько людей там находится? На территории Чувашской Республики находятся 9 исправительных учреждений. Это 6 мужских колоний и 3 женских. Если говорить по видам режимов, это 3 колонии строгого режима, 4 колонии общего режима, 1 колония поселения. И особо необходимо отметить лечебное исправительное учреждение. Это женская колония общего режима, которая является единственной в России. На сегодняшний день в колониях содержится 5523 осужденных. В прошлом году эта цифра составляла 6518 человек. По статистике, количество заключенных в России в октябре этого года, хочу заметить, достигло своего исторического минимума. Снизилось на 6% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в России на данный момент в местах лишения свободы находится чуть более 434 тысяч человек. Как обстоит дело в Чувашии? Это тоже такое масштабное снижение количества осужденных? И как вы считаете, с чем это связано? Если провести анализ цифр, статистики, хотя мы, конечно, говорим о людях, но тем не менее мы должны считать общее количество осужденных. В текущем году количество лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, в Чувашской республике меньше, чем в прошлом году, на 15,3%. То есть это даже больше, чем в целом по России? Да, это больше, чем в целом по России, чем это обусловлено. Во-первых, я так полагаю, это масштабное изменение в государстве, это изменение общества, менталитета, правосознания людей. Возьмем, к примеру, данные 2009 и 2018 годов. В 2009 году совершено 2 миллиона 900 тысяч преступлений. В 2018 – 1 миллион 900 тысяч. Да, бесспорно, это немало, но все же на целый миллион меньше. То есть можем ли мы сказать, что люди стали меньше совершать преступлений? Или это все-таки еще и с другими какими-то факторами связано? Да, люди стали меньше совершать преступлений, абсолютно верно. Какие факторы еще повлияли на такую статистику? Кроме того, определенные, даже решающие значения имеет политика государства в области уголовно-правых отношений, то есть гуманизация уголовно-правовой политики. Если проследить законопроекты, которые принимает Федеральное собрание, подписывает президент, значительное большинство из них направлено на либерализацию сложившихся отношений. Прежде всего, наиболее актуальные вопросы – это, конечно, защита прав предпринимателей, это экономические преступления, это несовершеннолетние и ряд других направлений. Ну и в качестве третьего аспекта необходимо отметить позицию судов, то есть судебная система исходит из того, что лишение свободы – это наиболее строгий вид наказания, который можно применить в настоящее время. Оно назначается только в случае, если человек не может исправиться без изоляции от общества. Только в этом случае. То есть исправительные учреждения, они же тоже бывают разные. Вот, например, чем отличается исправительное учреждение строгого режима от общего? – Отвечая на вас вопрос, я бы хотел упомянуть еще о колонии-поселении, как наиболее отличающейся от других исправительных учреждений. Самое важное, самое существенное – это тот контингент, окружение, это люди, которые там находятся. Если мы говорим о колонии-поселении, там отбывают наказание лица, которые совершили преступление по неосторожности, то есть неумышленно, либо совершили умышленные преступления в небольшой и средней тяжести и не отбывали лишение свободы раньше. Колонии общего режима. Здесь отбывают наказание лица, которые совершили тяжкие преступления, мужчины, которые также ранее не отбывали наказание, и женщины за совершение тяжких и особо тяжких преступлений при любых видах рецидива. То есть женщины, максимальный, наиболее строгий вид режима – это общий режим. В строгом, особом режиме женщины не содержатся. И, наконец, в исправительной колонии строгого режима, там содержатся мужчины, совершившие особо тяжкие преступления, либо при рецидиве или опасном рецидиве, если они ранее отбывали лишение свободы. Ведь они не просто находятся в помещениях исправительных учреждений и проводят там время. Вот какие, на что у них есть право и какие у них обязанности? В плане обучения, труда. Давайте начнем, наверное, с прав. Давайте с прав. Говоря о правах осужденных, в качестве первого права, самого главного, из которого вытекаются остальные права, наверное, нужно обозначить право на получение информации о своих правах и обязанностях. От кого? От администрации. Администрация учреждений обязана обеспечить предоставление этой информации осужденным. Следующее право – это право пользоваться религиозной литературой, предметами культа, совершать религиозные обряды. Данное право на территории Чувашской республики реализуется неукоснительно. Помощником начальника УФСИН по Чувашской республике по организации работы с верующими является отец Алексий. Следующее право – это право на охрану здоровья. Здесь необходимо остановиться более подробно. Если сказать в целом, то организация работы по медико-санитарному обеспечению в Чувашии находится на должном уровне. Функционирует 8 филиалов медико-санитарной части, 3 больницы, из которых одна республиканская и две туберкулезных. В то же время к нам поступает значительное количество обращений, осужденных о ненадлежащем медико-санитарном обеспечении. Нарушение данного законодательства мы выявляем на систематической основе. Это нарушение стандартов оказания медицинской помощи. Это не выдача больничных лицам, которые болеют. Это длительные сроки принятия врачами и специалистами осужденных. В частности, на территории К2, это женская колония общего режима, которая находится в городе АллатРа, при личном приеме обратилась осужденная, которая сказала, что в принципе у нас все нормально. Единственное, зубы болят, а никто их не лечит. Начали проводить проверку, выясняется, что в учреждении предусмотрена 1,4 ставки стоматолога. То есть не ставка, даже не полставки, а одна четвертая. Месяц это порядка 4600 рублей. Естественно, на такую зарплату ни один врач не идет. То есть специалиста даже не было вообще, медика, зубного врача не было. Да, штат был, а врача не было. Естественно, ситуация недопустима. Вы сами представляете, что такое зубная боль и что происходит с человеком, которого не лечат. Вот. Непосредственно в ходе проверки начальник вкуса МСЧ-21 Почуварской республики Наталья Сергеевна Семенова приняла решение, после принятия мер реагирования, приняла решение о еженедельном направлении врачей-стоматологов с города Чебоксары, в город АллатРа, для проведения лечения. Вот. Решаются вопросы по поводу заполнения вот этой ставки. И на сегодняшний момент проблема решена. Следующее право – личная безопасность. Все люди. В колониях тоже бывают конфликты. И в настоящее время двое осужденных находятся по постановлению начальников учреждений в так называемых безопасных местах. Вот. К ним поступали угрозы со стороны других осужденных. Для этого… Это в мужских колониях, в основном? Это в мужские колонии, да. Для этого они были перемещены в безопасное место. Вот. А по фактам противоправных действий, проводится соответствующая проверка, будет принято соответствующее решение. Право на образование – это следующее право, на котором я хотел остановиться. Уголовно-исполнительное законодательство рассматривает получение образования как одно из средств исправления осужденных. Даже как средство и профилактики, и исправления, и реабилитации. Да, абсолютно верно. Это предупреждение преступлений. В настоящее время в колониях 661 осужденные проходит обучение. 13 осужденных получает высшее образование. В текущем году 63 осужденных получили основное образование. 182 осужденных – среднее образование. Основное образование – это школьная программа? Это 9 классов. 9 классов. Да. И 1154 осужденных – это среднее профессиональное образование. Вот. То есть этот процесс ведется, ведется на должном уровне. И серьезных нарушений закона в этой сфере не выявлялось. Что касается права на труд в отношении лиц, которые отбывают наказание. Это право корреспондирует с обязанностью. Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации записано, что труд свободен, исходя из конституционных принципов и норм, а также норм международного права, лицо, которое отбывает наказание в виде лишения свободы, обязано трудиться. И этот труд является законным, обоснованным. И можно принудить человека к тому, чтобы он трудился. Это одно из средств воспитания осужденных посредством труда. Кроме обязанностей трудиться у осужденного существует еще ряд обязанностей. Это соблюдать законы, соблюдать распорядок дня, выполнять требования администрации, учреждения, бережно относиться к имуществу, соблюдать требования пожарной безопасности, быть вежливыми в отношениях между собой и с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а также ряд других обязанностей. С какими нарушениями прав осужденных вам чаще всего приходится сталкиваться? На что жалуются сами осужденные и их родственники? Вот что прям часто очень. В текущем году спецпрокуратурой выявлено порядка 600 нарушений закона. И в целях их устранения мы внесли более 300 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 279 сотрудников исправительных учреждений, к административной ответственности 30 должностных лиц. Наиболее, скажем так, актуальные, наиболее сложные, наиболее важные вопросы нарушения законов – это следующее. Первое – это применение мер дисциплинарного взыскания. Осужденные зачастую не согласны с ними. Как я уже отметил, мы проводим проверки обоснованности законности наложения мер взыскания. При наличии оснований мы их отменяем. Что значит дисциплинарное взыскание? Это снимаются деньги с их счета или что? За какое-то нарушение? Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает ряд вид дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к осужденным. Это наложение взыскания в виде выговора, дисциплинарного штрафа до 200 рублей. Есть такие взыскания, которые связаны с изоляцией осужденного уже от других осужденных. Это водворение в штрафной изолятор до 15 суток. Помещение камерного типа – это женщины до 3 месяцев и мужчины до 6 месяцев. И единое помещение камерного типа – это на срок до 1 года. В текущем году в ЕПКТ, единое помещение камерного типа, переведены 15 лет. Это ЕПКТ находится на территории города АллатРь, то есть в ИК-2. Наиболее злостные осужденные, которые нарушают установленный порядок отбывания наказания, этапируются туда и часть наказания отбывают там. И наиболее серьезный вид, ну, можно в общем назвать взыскание, хотя взысканием это не является, это изменение вида из правительного учреждения, это перевод осужденных в тюрьму, где наиболее строгие условия отбывания наказания, вот вышеуказанные лица, злостные нарушители могут быть переведены в тюрьму на срок до 3 лет. Тюрем на территории Чувашской республики не имеется. Это что касается несогласия осужденных, вот обращения осужденных с привлечением к ответственности. Есть выражение «предупредить легче, чем потом устранять последствия». Давайте посмотрим сюжет о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и о профилактике повторного нарушения закона уже после освобождения из колонии. Весной этого года в Новочебоксарске 19-летнего молодого человека приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконный оборот спайсов. Его 17-летний друг за это же преступление отправился в воспитательную колонию на 4,5 года. В сентябре еще два молодых человека получили срок за распространение спайсов. Одному из них назначили максимальное наказание – 10 лет колонии строгого режима. Очень страшно, когда в преступную среду вовлекаются дети и совсем еще молодые люди. В течение всего 2019 года на территории Чувашской республики наблюдался рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. Только за 9 месяцев этого года возбуждено 84 уголовных дела в отношении несовершеннолетних по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса. А за аналогичный период прошлого года таких дел было 74. Перед судом предстали 12 несовершеннолетних, в том числе несколько девушек. Как следует из материалов уголовных дел, как правило, молодые люди находят незнакомых им лиц, чьих персональных данных они и не знают. В последующем ведут с ними переписку в интернет-мессенджерах, как правило, это Телеграм. И по предварительному сговору с этими неустановленными лицами получают закладки в тайниках с наркотиками. По такой схеме распространяются спайсы и другие наркотики в городах и крупных населенных пунктах. Как следствие, молодые люди попадают на скамью подсудимых и в места лишения свободы. Максимальное наказание за покушение на сбыт, за сбыт наркотических средств, в том числе и спайсов, составляет до 10 лет лишения свободы. И хотелось бы предупредить, чтобы подростки не шли на такой риск, не губили себе жизнь, поскольку зачастую такие уголовные дела заканчиваются реальными сроками лишения свободы. Уже за решеткой многие осознают, что сломали свою жизнь и вернуть потерянные годы невозможно. Я бы хотела посоветовать девочкам, которые сейчас вот в таком возрасте подростковом находятся, не попадаться на всякие уловки нынешней молодежи. Кто-то говорит, попробуешь один раз, ничего не случится, но все в жизни надо попробовать. Я жила таким принципом. Нельзя. Нет, я попробовала. Нет, одного раза не бывает. Все выходит потом в продолжение. И это не нужно просто ради вот этого мнимого удовольствия ломать судьбу. Нет, этого не нужно. И заканчивать свои дни в тюрьме. В лечебно-исправительном учреждении в Цивильском районе делают ставку на полноценное возвращение осужденных к жизни. Недавно там открылся реабилитационный центр «Аврора». Здесь за полгода до окончания срока специалисты готовят женщин к выходу на свободу. Создают атмосферу дома. За чаем встречаются с психологом, социальными работниками, представителями общественных организаций, церкви. Обсуждают свои проблемы. Комплексная работа по всем направлениям помогает женщинам пересмотреть свои ценности в жизни, пересмотреть свои взгляды, пересмотреть всю свою прошлую жизнь и переоценить. Мы своих женщин после освобождения не оставляем без внимания. То есть мы их передаем нашему наркологическому диспансеру в городе Чебоксары, которые продолжают с ними вести профилактическую работу. Также врачи-наркологи постоянно посещают наше учреждение, проводят с ними определенную работу по освобождению от наркозависимости. И как результат женщина делается более самоуверенная, способная решать возникающие перед ней жизненные проблемы, способная существовать нормально в социуме. Про эффективность профилактических мероприятий можно судить по цифрам статистики. Второй год подряд в нашей республике наблюдается существенное уменьшение количества смертоубийств, то есть криминальных смертей, так называемых. Только за 10 месяцев текущего года от причин криминального характера погибло 63 человека, в то же время как за прошлый год, за такой же период прошлого года, от воздействия внешних причин, от криминальных причин погибло 80 человек. То есть 17 жизней, можно сказать, были уже сохранены в текущем году, что на наш взгляд совершенно немало. А если мы будем брать цифры предыдущего года, то эта цифра, кажется, еще гораздо выше. То есть в течение двух последних лет тенденция к сокращению идет. И на наш взгляд, работа всех субъектов профилактики, в том числе прокуратуры, в этом управлении деятельности, она очень активна и очень полезна. Евгений Владимирович, как Вы считаете, насколько эффективна профилактика правонарушений, повторных правонарушений в колониях, профилактика рецидивов? Касательно методики, я бы один метод не выделял. Я бы рассмотрел именно совокупность методов. Комплекс, да? Да. То, что предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством, только в комплексе требования к осужденным соблюдать закон, соблюдать правила внутреннего распорядка, трудиться, учиться, если есть к этому необходимость, вежливо относиться к другим осужденным и к администрации исправительного учреждения. Вот только этот комплекс мер в совокупности может привести и должен привести к тому, что лица, которые один раз попали в исправительное учреждение, в последующем туда не возвратятся. Спасибо, Евгений Владимирович. Спасибо. У нас в гостях был прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чуварской республики Евгений Ортиков. Защищать права осужденных необходимо, поскольку если у человека в тюрьме будут приемлемые условия существования, возможно, он не озлобится еще сильнее, и у него появится надежда на достойную социальную жизнь в будущем. Это была программа «Правовое поле». Я ее ведущая Татьяна Трофимова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин